Всем привет, с вами Рубен Дик и сегодня у нас новостной выпуск, что произошло за последнюю неделю в мире аниме и т.д. и т.п. А перед началом ролика поставь лайк, пишись на канал и прокомментируй это видео. Ну а мы начинаем, погнали! Итак, новость номер один. По фэнтези манги мастер на все руки сайта в другом мире снимут аниме. Без каких-либо подробностей было объявлено, что по манге мастер на все руки сайта в другом мире Хандиман Сайта в другом мире снимут телевизионное аниме. Комедийная фэнтези манга мастер на все руки сайта в другом мире за авторством Казутомо Ичитомо публикуется на сайте ComicWalkers с октября 2018 года. На данный момент выпущено 6 томов манги. Общий тираж сборников превышает 300 тысяч копий, включая цифровые продажи. Итак, про что аниме? Однажды мастер на все руки сайта оказался в другом мире. Там он встретил Раэльзу, Морлока и Ла Фан Пан. Раэльза сильная и красивая воительница Сундеры. Старик Морлок волшебник высокого уровня забывающие заклинания. Ла Фан Пан – милая, но жадная до денег фея. Мастера на все руки вместе с воительницей, волшебниками и феей ждут разные приключения. Используя опыт, который он приобрел до попадания в другой мир, сайта может открыть сундук сокровищами, чинить доскухи или как-то еще помогать своим товарищам. Вот такая вот новость номер 1. Погнали дальше. Итак, вторая новость. Shenmue. Дата выхода и новый трейлер экранизации культов игры почти четвертьвековой давности. Что? Shenmue. 13-серийная аниме-экранизация одноименной игры, вышедшая на Sega Dreamcast в 99-м году, получила дату выхода. Первый эпизод появится на сервисе Crunchyroll уже 5 февраля. Также у сериала появился новый трейлер из Сейю на главной роли. Сериал, основанный на трилогии игр Sega, повествует о жизненном пути Рео Хадзуки. Он становится свидетелем убийства отца, произошедшего в их семейном дадзио, и посвящает свою жизнь поиску преступника. Путешествие проводит его по улицам японского города Йоко Суки, оживленного Гонгонга и многим другим местам. Ради мести Рео упорно тренируется, пытаясь стать грозным бойцом, и вскоре понимает, что за убийством стоит некая мистическая сила. Так, с Сейю у нас Рео Хадзуки, Масай Масукадзу, она снималась еще, не или озвучивала, Миками Тэру в сериале «Тетрадь смерти». Лан Ди, у нас будет Такахиру Сакурай, играл Сузаку во франчайзе «Кот Гиэс». Авторы данного аниме будут исполнительный продюсер Ю Судзуки, создатель игры «Шен Мун», режиссер Чикара Сакурай в «Он Пачман 2», сценарист Кенту Шиму Яма, Блич Гинтама, служащий и служба, дизайнер персонажей Кёнсу Ищакава, композитор Кана Шибуэ, комические рассказы эпохи Сёва, студия «Телеком Анимэшн Фильм», снимали «Любэн 3», часть 5 и «Башня Бога». Вот такая вот вторая новость. Погнали дальше. Итак, третья новость. «Корзинка фруктов. Прелюдия» – новый трейлер фильма «Компиляции» аниме-ремейка популярной «Сёдзи Манги». Официальный сайт аниме «Корзинка фруктов. Прелюдия» – «Фруиз Баскет Прелюд». Аниме выйдет в японский прокат 18 февраля. Фильм станет компиляцией всех трех сезонов сериала. Кроме этого, в рамках фильма экранизирует побочную историю «История Кёкё и Кацуи», «Кёкё ты Кацуя но Моногатари», а также покажет новые сцены, написанные создательницей оригинальной манги. Их действия разворачиваются после событий аниме. Историю «Кёкё и Кацуи» экранизирует главы из 16-го тома манги и расскажет о родителях главной героини Тору Хонды. Вся команда авторов «Иссею» вернутся к своим ролям из прошлых сезонов ремейка. В трейлере звучит песня «Ниджи» – «Ту Кикайт» в исполнении Охачи Трио. Сериал и ремейк состоял из трех сезонов общей продолжительностью 63 эпизода, которые всегда стартовали в апреле 2019, 2020 и 2021 года соответственно. Этого хватило, чтобы экранизировать всю мангу «Первый источник». На новом аниме работали совершенно новые авторы Иссею. Эти изменения внесены по просьбе создательницы манги. Прошлый сериал, снятый студией «Дин», выходил с июля по декабрь первого года и состоял из 26 серий. Нацуки Такая выпускает романтическую сези мангу в журнале «Хана Ту Юми» с июля 1998 по ноябрь 2006 года. Всего выпущено 23 тома. Мировой тираж манги превышает 30 миллионов копий. Также с 16-го года выходит манга с неясным на данный момент статусом «Fruits Basket Another». Работа одновременно с сиквел и спин-офф завершилась в прошлом сентябре, но сама Нацуки Такая в комментарии к главе сказала, что история только предположительно закончена. Ну, в общем, держит нас в интриге. Законченный, незаконченный, хрен знает. Сама автор молчит, ничего не говорит. В общем, поживем-увидим. Трам-пам-пам. Это были самые топовые новости за прошедшую неделю. В общем, ставь лайк, если это видео вам понравилось. Ставь дизлайк, если не понравилось. Пиши комментарий. Положительно-отрицательно, вообще все равно. Пишите, пишите, репостите. В общем, с вами был Рубин Гик. Всем добра. Всем пока.